Всем привет! Вы на канале Покоши Варима, это жертва маркетинга. Сегодня вкус вилл и роллы от вкус вилл. Такое тоже бывает. Роллы какие-то нестандартные, все из себя такие вегетарианские. И один ролл, а так и называется, вегетарианский, с овощами, стоит 106 рублей упаковка. И второй ролл с креветкой в омлете, вот тут не вегетарианский, он стоит 150 рублей. Я, конечно, думал найти какие-то Филадельфия, Калифорния, еще разные там виды роллов во вкус вилле, но их там нет. Изделия кулинарные, изделия кулинарные японской кухни. И тут тоже изделия кулинарные японской кухни, ролл с креветкой. Выглядит, конечно, стрёмно, это не те роллы, которые мы привыкли считать качественными и эталонными. Это такое ширпотреб, ну может вкусно будет. Масса 150 граммов, соус 30 граммов. Рис отварной, креветки аргентинские отварные, сыр, творожный, молоко, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Салат Айсберг, какой странный состав. Сушеные нори, соус Митсукан, это заправка для риса. Если она вкусная, то шанс есть. Срок годности продукта 72 часа, это роллы с креветкой. Готовит это все ООО Мафия Вкуса. Ну, видимо, специально для вкус вилла, и вкус вилл это одобрил. Ну, посмотрим. Вообще, магазин вкус вилл я уважаю. У них нестандартный подход, вот как бы, к ритейлу, к розничному бизнесу, да. То есть, ну, блин, ну любой, мне кажется, бизнесмен, назовем вот так, торгаш, да, ему выгодно продавать, я не знаю, сиги, энергетики, газировки какие-нибудь, кока-колы. Во вкус вилле этого не найдешь. За это вкус вилл мне нравится. Там вместо кока-колы будет натуральный тархун, например, который мы тоже обязательно попробуем. Вкус вилл мы рассмотрим прям вдоль и поперек. Там еще у меня кое-что оттуда есть. Все товары, ну, почти все, со временем на канале появятся. Кладезь обзоров, е-мое. В общем, во втором ролл овощной ассорти, который стоит сколько там? 100 рублей, типа, да? 106... Что? Да, 106 рублей. Тут тоже все хорошо составом, никаких вопросов. Делают вот Мафия Вкуса так же. Локомотивный проезд, дом 21. Я не знаю, что это за проезд. Момент истины, друзья мои. Роллы от вкус вилл. Это ж надо такое. У-у-у, запах, кстати, идет довольно приятный. За 100 рублей-то почему нет? О-о-о, а отсюда? И отсюда довольно свежий запах. Вот так это выглядит. Палочек вкус вилл не прикладывает, но я обзорщик, поэтому у меня запас вот этих дешманских деревянных палочек и есть. Ну что, друзья мои, вот он ролл с укропом, блин. Там такие дыры внутри, смотри, какие отверстия. Я вам могу сквозь ролл помахать или даже пролезть к вам. Ролл с креветкой и японским блинчиком выглядит довольно приятно, кстати. Но опять-таки, начинка внутри лежит неплотно, тоже видны просветы, так сказать. Давайте разберемся с начинкой. Вот здесь вот креветки вообще слабо видно, на самом деле, с одной стороны ее нет. А здесь вот креветочек такой, довольно пузатенькая часть. Давай достанем, что это такое за креветка. Слушай, ну нормальная креветка. Она не большая, не маленькая, такая обычная креветка, которая довольно бюджетная по своей сути. Внутри творожный сыр, совсем чуть-чуть. Внутри, ну вот, видишь, вот так вот роллы. Они разваливаются, то есть это не роллы, которые вам сделает хорошая, я не знаю, японский ресторан или доставка. Они разваливаются. То есть эти ребята поджимать роллы умеют так себе. Ну даже судя по тому, что внутри куча пустот. Ролл с овощами, он, ну, блин, короче, просто салат. Это тупо салат, свернутый в форме ролла. Давай попробуем соевый соус, например, интересно. Он довольно такой какой-то густенький, плотненький. И, видите, прям на стенках остается соевый соус. То есть он не разбавленный, скажем так, для среднего вкуса. Ой! Разводить и разводить его еще. Но, тем не менее, соевый соус весьма неплох. То есть он хороший, насыщенный, качественный соевый соус. Но его бы чуть-чуть развести, хотя процентов, может, 30, добавить воды. Давай попробуем ролл с креветкой. На удивление, креветка здорово сварена. Она не резиновая. Она буквально чуть-чуть, вот, я не знаю, наверное, кипятком залили и достали. Все, класс. Мягкая, хорошая креветка. В целом, ощущение от этих роллов съедобность, скажем так, на уровне съедобно. Вкус на уровне, блин, нафиг я это купил на самом деле. То есть это вкуснее, чем, как же они, Робин Бобин. Помните эти роллы адские где-то в пятерочке? Они до сих пор там продаются. А, в Перекрестке. До сих пор продаются. Я удивляюсь, кто их покупает. Сейчас вот роллы везде доступны. Купи ты, да даже самые ссаненькие роллы из какой-нибудь Якитории будут вкуснее, чем вот то из Перекрестка. Вот это, это лучше, чем тот вот Робин Бобин. Но это все равно, блин, но это не японская кухня. Это даже не российская японская кухня. Помимо того, что это изначально как бы странный очень ролл. От того, что он полежал в холодильнике во вкусвилле, он стал еще хуже, блин. Роллы надо кушать свежие. Только что сделаны. Вот это будет классно. Вот так и рис теряет уже свой вкус. Хотя соус Мицукан, которым заправляется рис, у них весьма вкусный. У многих доставок гораздо хуже заправлен рис. То есть тут вкус такой приятный. Он слегка сладенький, слегка кисленький. Все как надо. Как я люблю. Давай попробуем вот этот вот салат в виде ролла. Хотите, честно? Вот этот вот за 106 рублей довольно вкусненький, на удивление. Опять-таки, если абстрагироваться от того, что это, как у них написано на упаковке, японская кухня, то как самостоятельный продукт, он вкусный. Потому что там укропчик, потому что там хрустящий огурчик свежий, хороший хрустящий болгарский перец. В общем и целом, вы знаете, довольно годненькая штучка. Так наперекусить за 100 рублей сойдет. Подводя итог, могу сказать, что роллы от Вкусвилл, как бы с такой претензией на хороший продукт, но он не может быть хороший, потому что он по умолчанию уже не свежий. Он приготовлен и хранится в холодильнике. Рис просто умирает. В холодильнике вот рис для суши. Это я вам по факту говорю, потому что я неоднократно пытался в холодильник убрать какие-то вкусные роллы, которые редко ко мне приезжали все-таки на обзоры, да? Все равно и утром это было не то. Даже сдернув температуру, я всегда в микроволновку секунд на 10, типа так, чтобы не холодильник прям, не холодно было, а чтобы чуть-чуть сдернута была температура. Понимаете, о чем я? Все равно не помогает. Все равно это, конечно, уже хуже, чем вот только что приготовлено. Поэтому эти роллы из холодильника обречены были изначально на провал, но тем не менее, как такового мощного провала нет. Они гораздо лучше, чем вот в Перекрестке, Робин Бобин или какой там бренд был. Но они гораздо хуже, чем вы купите в любой, вот серьезно, абсолютно в любой даже самой отвратительной какой-нибудь доставке суши или ресторане. Но тем не менее, тем не менее, за 100 рублей это съедобно. Если воспринимать просто как салатик с рисом. Вот такой вот обзорчик на вкусвилл. Стартанули мы вкусвилл в этом году. Скоро будут еще обзоры из этого магазина. Роллы, не знаю, и советовать не буду, и прям отговаривать сильно не буду. Потому что неприятных ощущений от них нет. Равно как и особых приятных. Всего вам вкусного. Пока. Не, ну вкусненько. Что, нормально? В принципе, овощной, наверное, да, все-таки приятный есть еще. С креветкой и фуфелкой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова